В Чебоксарах проходит второй межрегиональный фестиваль национальных тюзов «Сказочная палитра». Своё творчество местному зрителю демонстрируют театры из шести регионов страны. На одном из показов побывали юные журналисты национального телевидения. Я вам дам восковые мелки, и вы в паре должны из этого обычного камушка вдвоём сделать камень счастья. Это одно из упражнений по театральному мастерству. Ребята по младше разукрашивают камни, а постарше превращаются в фотоаппараты и фиксируют моменты счастья. В разные дни разные уроки. Их тематика соответствует спектаклю. В этот раз зрители впервые увидят постановку якутского тюза «Камень счастья». Чтобы тоже могли задуматься о том, что они в это слово включают, что они хотят увидеть. Может быть, это будет то, о чём идёт речь спектакля. Может быть, нет. Сложно сказать. За сценой идут последние приготовления. Костюмы, музыкальные инструменты, грим. Всё должно быть идеально. А кожа от него не портится? Нет, не портится. У нас здесь сперва вазелином намажены. Актёры в белых одеждах – своеобразные живые декорации спектакля, которые органично вплетаются в сюжетную линию. Камень счастья Камень счастья – визитная карточка тюза. В его основе – легенда народов Крайнего Севера. Со всем ему присущим колоритом. Все спектакли играются на национальных языках. Есть синхронный перевод на русский язык. Благодаря таким фестивалям у разных народов, живущих в нашей стране, есть возможность сохранить свою аутентичность, показать в своих спектаклях многолекий национальный мир, в котором всегда есть место дружбе и взаимопониманию. Артисты этих театров не говорят громких слов о национальной политике. Они её делают. Наверное, самое главное цель – это сохранение языка, традиции, культуры, потому что этот фестиваль для национальных тюзов и молодёжных театров. В этом году у нас более 200 человек на фестивале. Это у нас с Башкортостана, Татарстана, с Яшкоролы, с Якутии, с Пензенской области. Фестиваль продлится до конца недели. У зрителей и жюри есть ещё время, чтобы определиться, кто лучше всех хранит обычаи и традиции своих народов. Фестиваль продлится до конца недели.